Снегопад – радость для горожан и головная боль для коммунальных служб. В Саратове не могут справиться с последствиями уже нескольких снегопадов. Центральные улицы завалены сугробами. Глава города Олег Грищенко проехал по центру Саратова с инспекцией, чтобы выяснить причины низких темпов уборки. В поездке его сопровождала наша съемочная группа. Малютка Боб Кец скрипит и надрывается, но убрать последствия снегопада на улице Волжской рядом с торговым центром Антей коммунальные службы не могут несколько дней. Три-четыре квартала за ночь это очень мало. Сейчас работает у нас порядка 13 человек вручную и 11 единиц техники. Это все, что есть. Убрать центр Волжского района даже за неделю сложно, объясняют главе города. Спецтехника выходит только ночью с 8 вечера до 6 утра. Олег Грищенко считает, что нужно эффективнее использовать и то, что есть. Сейчас ехали по Чернышевской и едет машина. Что она там чистится, я не пойму. Подбивает при лотковой части. Что она подбивает? Надо убирать при лотковой части, вывозить из тротуаров снег. Вот опять же неэффективное использование техники специализированной. Это улица Серова, район Ильинской площади. Образцово убранным это место в городе не назовешь. По обочинам скопился неубранный снег, а на проезжей части лед. Он образовался после коммунальной аварии, которая случилась еще в прошлом году. И до сих пор лед не убрали. Два дня ездила наша команда, специально смотрели, как проводится уборка. Системно не организована. Старших нет никого. Вот тебя нет и все встало. 20 человек стоит, значит, грузит один КАМАЗ. Пешеходный тротуар вдоль улицы Серова завален снегом. Коммунальщики и главы районов объясняют, что не хватает дворников. Значит, надо переходить на механизированную уборку, считает глава города. У нас была группа из депутатов, которую возглавлял Дмитрий Кудинов. Специально ездили, смотрели, как убираются. Но неэффективно порой используется техника, и неэффективно используются те люди, которые сегодня задействованы в уборке районов города. Поэтому приходится делать вот такие вот выезды, указывать на недоставки в работе руководителей предприятий, которые отвечают за уборку города. Для того, чтобы они более эффективны и более целенаправленно использовали те ресурсы, которые сегодня есть. Улицы Серова, Шелковичную и районы Ильинской площади коммунальщики обещают почистить за три ночи. Олег Грищенко со своей стороны сообщил о планах на следующий год пополнить автопарк спецтехникой. И ждет списки необходимого от каждого района. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов. Продолжение следует...